Московия украла историю Киевской Руси по материалам доклада доктора исторических наук Ярослава Дашкевича. Часть 4. Третий Рим. Еще во времена княжения Василия Третьего в Московии зародилась идея величия, которую высказал представитель московского православия монах Филофей. «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть». С тех пор у русских зарождается мысль всемогущества и богоизбранности, что Москва, третий и последний Рим. Эти мысли распространялись и утверждались в Московии. Сколько крови было пролито московскими князьями, а позже царями ради этой бредовой идеи. В царствование Ивана IV Грозного притязания Московии на наследство не только Киевской Руси, а и Византийской империи усиливаются. Так, по преданию, шапка Мономаха, якобы подаренная киевскому князю Владимиру Мономаху, его дедом, Базилевсом Константином IX, считалась символом передачи власти Византией к Киевской Руси. Учитывая то, что первым суздальским князем был шестой сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, то наличие в Московии этой шапки является доказательством наследственных прав московских правителей не только на Киевский Великокняжеский престол, а и на наследство бывшей Византийской империи. Далее было составлено ложное завещание Владимира Мономаха о передаче наследственных прав сыну Мономаха Юрию Долгорукому, покорителю так называемой Залищанской земли. Все это было выдумкой. На самом деле шапка Мономаха была золотой бухарской тюбетейкой, подаренной ханом-узбеком Ивану Калите, который приспособил эту тюбетейку для своего возвеличивания. Иван Грозный впервые в 1547 венчался в церкви с титулом московского царя, как подражатель греческих и римских императоров. Из 37 подписей, которые скрепили грамоту, присланную из Константинополя в Москву, 35 оказались поддельными. Так Иван Грозный стал наследником византийских императоров. Так узаконилась ложь. Массированную государственную фальсификацию истории своего народа начал Петр I. Он в 1701 году издал указ о безъятии у покоренных народов всех письменных национальных памятников, летописей, хронографов, хроник, древних исторических записей, церковных документов, архивов и т.д. В 1716 году Петр I снимает копию с так называемой Кенигсбергской летописи, где было показано объединение древнего летописания Киевского и Московского княжеств и обосновывалось единство славянских и финских земель. Однако доступ к этой копии фальшивки, как и к самому оригиналу, был закрыт. Эта Петрова фальсификация стала основой для дальнейших фальсификаций – написания так называемых «общерусских летописных сводов», в которых обосновывалось право Москве на наследственность Киевской Руси. На основе этих фальсификаций 22 октября 1721 года Московия объявила себя Российской империей, а московитов – русскими. Так было украдено у законных наследников Киевской Руси, украинцев, историческое название «Русь». Но сегодня в учебниках истории России даже название «Киевская Русь» изъято, а существует лишь «Древняя Русь». Петр завез из Европы большое количество специалистов, в том числе и профессионалов-историков, которых привлек к написанию и фальсификации истории российского государства. Для этого каждый иностранец поступил на государственную службу, давал присягу о неразглашении государственной тайны и обязывался никогда не покидать московское государство. Возникает вопрос, какие могут быть государственные тайны при обработке русской истории древних времен. В любой цивилизованной европейской стране после 30-50 лет рассекречиваются все архивы. Российская же империя очень боится правды о своем прошлом. Смертельно боится. Хотел объявить себя Петром Первым, а вышел на весь мир Петрушкой, таким ля-ля-ля. Вы знаете, к сожалению, Путин, наверное, впервые пожалел, что история России именно такая, потому что он бы с удовольствием себя огласил бы Катериной Второй. Вот это было бы ему как раз вот так, престижнее более, но не нашлось другого, как Петр Первый. То мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. О Петре Первом его реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать. Молодец! Путин! Игорь Яковенко написал статью насчет путинских галлюцинаций. Могильщик Российской империи. Далее цитируем. Исторические галлюцинации Путина на тему Петра Первого. К чему могут привести попытки переварить оккупированные территории Украины? Сегодняшний день есть день величайшего торжества. В Испании есть король, он отыскался, этот король я. Это строки из дневника героя гоголевских записок сумасшедшего Аксентия Ивановича Поприщина, мелкого петербургского чиновника, павшего в безумие на почве мании величия. Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось, удивительно. Он возвращал и укреплял. Вот что делал, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. А это уже фрагмент выступления Путина, мелкого петербургского чиновника, которого с течения нелепых случайностей занесла на вершину российской власти, вследствие чего его слабый рассудок не выдержал, и он вообразил себя Петром Первым, а заодно и великим историком. Это же очевидный факт. Вот еще цитата из его выступления. Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Это намек на то, что с Украиной тоже 21 год воевать станем. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал. Так и есть. Все при Ладожье, там, где Петербург основан, когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков, наряду с финно-угорскими народами, жили славяне, причем эта территория находилась под контролем российского государства. Конец цитаты. Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Когда Путин начинает свои исторические монологи, у людей, которые читали что-то помимо сталинского краткого курса и учебника для пятого класса на кратком курсе основанном, уши в трубочку сворачиваются. Опустим такие пустяки вроде того, что некоторые из территорий, которые по нештатскому миру отошли к России, практически никогда не входили в состав России или каких-либо русских княжеств. А все остальные переходили из рук в руки в ходе захватнических войн. Обычных в 18 веке, но диких в веке 21. Намного более карикатурной выглядит попытка Путина поставить себя в один ряд с Петром Первым, провозгласить себя продолжателем дела Петра в современных условиях. В действительности Путин мог бы претендовать на роль карикатуры Петра Первого, если бы не являлся его прямым антиподом. Петр Первый прорубил окно в Европу, Путин его заколачивает. Под Петром написано, открыл окно в Европу, под Путин закрыл окно в Европу, и написано, проветрили и хватит. Хватит, да, хватит. Кстати, становится понятно, откуда буковка «З» закрыл окно в Европу, видимо, с этим связано. Забил. Забил. Петр ездил в Европу учиться, Путин сам все время поучает европейцев. То же самое, еще хуже. Петр привлек в Россию европейских ученых. Путин разрывает международные научные связи. За контракты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму. Петр посылал молодых россиян учиться в Европу. Создал первое в России учебное заведение европейского типа. Путин ликвидирует в России баллонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего. Все равно другого пути нет. Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства. Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ фактически государственной церковью. Петр внедрял в экономику западные технологии. Путин страдает тяжелой формой бреда импортозамещения. Это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо, а начальство в ответ повторяет, как попугай вот это слово, не имеющее смысла импортозамещение. Красиво! Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни. Путин постоянно твердит о отлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян. То есть Петр пытался ввести страну в будущее, Путин тащит ее в прошлое, в архаику. Куда мы катимся-то? А еще Путин обещал, что россияне через 10 лет будут жить лучше. Во время мероприятия один из участников задал пересиденту России вопрос о том, будут ли россияне жить лучше через 10 лет. Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни, сказал Путин. Чистая правда. Такие заявления он может делать совершенно спокойно, поскольку вероятность того, что через 10 лет кому бы то ни было придет в голову вспомнить, что именно обещал военный преступник, отбывающий свой срок в гаагской тюрьме, равна нулю. Все забывается, все стирается. Переместимся на территорию Украины, где прямо сейчас Россия пытается проглотить захваченные куски страны. К чему могут привести попытки переварить оккупированные территории Украины? В Кремле планируют объединить оккупированные украинские территории в один федеральный округ в составе России. Речь идет о захваченных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областей, а также о так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. О как! Слава Украине! Слава! Пути! Слава! Но мы-то понимаем, что эти процессы, это такой цирковой процесс. Нет реальной политики. Возвращаясь к историческим галлюцинациям Путина, поставившего себя в один ряд с Петром Первым, можно зафиксировать еще одно отличие между этими двумя людьми. Петр Первый создал Российскую империю, а Путин ее уничтожает. Вот прямо сейчас. Он ебнутый Владимир Путин. Руками армии Украины. Слава Украине! Петр Первый, он действительно был реформатором. Но его реформы, вот как ни странно, то есть все, кто знает историю, те, кто учат ее в университетах и курс российской истории учат, то они понимают прекрасно, что все реформы Петра Первого пошли под хвост. Ну, мало того, что одно из его реформ, это было то, что он убил, наверное, своего сына, но меньше с тем. Все реформы, которые он делал, вот просто вот все, на корню, были просто не поддержаны его следующими правителями. Ни его женой Катериной Первой, ни подальшими женским царством. По сути, Петр Первый является таким достаточно очень ярким фантиком для российской истории, потому что очень много дел, очень много всего, но это все исчезло после него. То есть все его старания, они пошли на нет. Пошел совершенно другой курс правления. И, в принципе, это, наверное, и подсказывает нам, что все, что Путин делал, оно пойдет на нет, потому что российское государство распадается, и, собственно, ждать какого-то продолжения курса уже не приходится. Конечно, даже если Путин подохнет, то, возможно, придет другой такой же Путин, третий, ну, то, кого поддерживает народ. Но все-таки мы должны понимать, что вот ихнее царство, тоталитарных режимов, к которым относятся путинский режим, оно проходит. И как бы он ни пытался цепляться за историю, Владимир Владимирович до сих пор не понимает, что он из себя сделал уже не Петра Великого, а Петрушечку, маленькую куколку в этом большом мире и очень смешную куколку, которая бьет всех палкой, но ждет своего времени, когда ее ударят палкой до слез. Субтитры создавал DimaTorzok